Мы благословлены сегодня. Слава Богу! Всю эту неделю здесь с нами доктор Лерой Томпсон из города Дэру, штат Лузиана, директор христианского центра «Слово жизни» и служение «Всегда возрастающее слово». Скажу вам, это всегда большая привилегия для нас принимать здесь этого мужа Божьего. Спасибо, что ты приехал, хвала Господу. Всегда, всегда что-то происходит, когда ты приезжаешь к нам на студию. Верно. Знаешь, я заметил за те годы, которые я провел в служении, что есть божественные связи, которые Бог устанавливает между служениями. Верно. И всякий раз, когда Он собирает эти служения вместе, происходит что-то особенное. Каждый раз. Я заметил это с Крифло Долларом, с Кейтом Баттлером. Я заметил это за годы с Кейтом Мором и с Джерри Севейлом и с Джесси Дюпленсисом и с другими. Мы собираемся вместе, это почти взрывоопасно. Происходит что-то, чего не происходит в другое время. Хорошие вещи происходят все время, но когда эти связи соединяются, есть помазание, которое проявляется. Что-то происходит. Это всегда происходит, когда ты здесь. Это всегда восхищает меня. Я восхищаюсь тем, о чем ты говоришь. Первое, что Лерой сказал мне этим утром, он сказал, «Я хочу начать со 125-го Псалма». В прошлый раз, когда он обращался к нему, я не мог усидеть в кресле. Я имею в виду, это место просто взорвалось помазанием. И это хорошее место для начала. То, на чем мы остановились. То, на чем мы остановились. Верно? Хвала Богу. Да. Это очень восхитительный Псалом. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили, «Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, стеявшиеся слезами, будут пожинать с радостью». Сплачем несущие семена, в оригинале «драгоценное семя», возвратиться с радостью, неся снопы свои. Слава Богу! Как сказано в оригинале, «Несомненно возвратиться». Разве это не восхитительная новость? Да. Финансовый плен, финансовые трудности, финансовый стресс. Я еще раз подчеркиваю, тело Христово проходило через это из-за того, что есть некоторые вещи, над которыми нам нужно продолжать работать. Именно поэтому я верю, Дух Святой вложил в мое сердце желание вернуться сюда, на эти передачи. Есть так много людей, слушающих нас, которые действительно любят Бога, и пока еще на данный момент не получили свой прорыв. Этот псалом говорит о плене, и один из самых больших пленов для тела Христа это финансовый плен. Это один из самых больших пленов, и здесь говорится о том, как освободиться из него. Тут показано, что у Бога есть божественный план. У Бога есть сверхъестественный план, чтобы вывести своих детей из финансовых трудностей. Но вы не сможете выйти из финансовых трудностей, не следуя плану. И этот план – сеяние и жатва. Может показаться, что мы говорим об этом много. Но это принцип, который установил Бог. Без этого вы не справитесь. Да. Об этом нужно много говорить. Точно, точно. Ни один фермер не может ожидать, что у него что-нибудь получится без сеяния и жатвы. И вы можете представить себе фермера, который не стал бы говорить об этом? Я имею в виду это все. Это для него вся жизнь. Это самое справедливое для тела Христова. Урожай не придет без сеяния семени. И иногда люди опускают руки, они сдаются, они разочаровываются, они ослабевают. Но вы не должны сдаваться, потому что у Бога для вас есть переломный момент, и вам нужно продолжать делать это. И вот что я собираюсь сделать, Брат Коупленд. На этих передачах я поделюсь некоторыми важными моментами, которые я использовал, и которые принесли успех в мою жизнь в финансовом плане. И также, я думаю, сотням тысяч других людей. И самое первое, я хочу сказать это прежде, чем объясню первый момент. Духовные законы производят сверхъестественные результаты. Я хочу, чтобы они ухватились за это. Я хочу, чтобы наши телезрители ухватились за это. Духовные законы производят сверхъестественные результаты. Мы говорим о сверхъестественном прорыве в сфере финансов. Ты знаешь, я написал книгу под названием «Вы не нищие, у вас есть семя». И я хочу отметить еще несколько моментов из этой книги. Важный момент номер один. Духовные законы переводят вас из посредственной жизни в сверхъестественную жизнь. Духовные законы переводят вас из посредственной жизни в сверхъестественную жизнь, потому что они сверхъестественные. И у меня есть несколько примеров, брат Коблана, например, Авраам. Когда в 12 главе книги «Бытия» Авраам был призван, он был призван оставить семью. Бог сказал ему, что он поведет его в землю, которую он покажет ему. Бог сказал ему, что он благословит его. Он благословит благословляющих его и проклянет тех, которые проклинают его. Так, чтобы все семьи на земле были благословлены. Мы знаем, что произошло с Авраамом. В 5 стихе 12 главе сказано, что он повиновался Богу. Когда он повиновался Богу, он ходил в вере. И когда он отправился, то столкнулся с проблемой. Мы знаем, что в 12 главе он столкнулся с проблемой. Там был голод, и мы знаем, что произошел переход богатства. У Бога есть много путей, как это сделать. Я говорил это и повторю это еще раз. Изучая Библию и опираясь на свой опыт, могу сказать, что ни один переход богатства, о которых я читал в Библии, никогда не походил на переход богатства. Все всегда выглядело, как самый худший момент в жизни этого человека. Казалось, что он разоряется. Какой-то голод, какая-то битва. Как все сапожи. Знаешь, так и есть. Да. Когда эти пять армий вышли против него, это был переход богатства. Там были эти прокаженные... Все, что он пытался сделать, это избежать гибели. Верно. Но когда все закончилось, произошел переход богатства, превосходящее все, что он мог представить, верно? Верно. Да. Я хочу объяснить это, прежде чем я продолжу, чтобы прояснить это. Любой переход от Бога, завет или откровение от Бога, или когда Бог пытается говорить к нам или показывать нам определенный аспект завета, принадлежащий нам, должны произойти три основные вещи. Первое. Бог открывает себя. Зачем? Чтобы у нас была вера, уверенность и упование на Него. Второе. И это важно. Потому что если вы не знаете второго откровения, вы не сможете войти в эту сферу финансов. Бог открывает Свою цель. Сначала Себя, затем Свою цель. И Он открывает Свою цель, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что Он делает. В-третьих, Он открывает Свои пути, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что Он делает, и выполнять это и приносить славу Ему». Эти три откровения очень важны во всем, с чем вы имеете дело в Писании. Бог сначала открывает Себя, Он открывает Свою цель, затем Он открывает Свои пути. Вы не можете сами открыть Бога, открыть Его цель и открыть Его пути. Святой Дух должен открыть Бога вам. Это верно. Открыть Его цель и открыть Его пути. Я считаю эти три вещи важными. Давайте немного отклонимся в сторону, мы потом вернемся. Не так важно, что вы можете сделать для Бога, не так важно, что Бог может сделать для вас, но важно то, что Бог может сделать через вас. Я думаю о следующих шести вещах. Бог открывает Себя, Бог открывает Свою цель, Бог открывает Свои пути. Не так важно, что Бог может сделать для меня, не так важно, что я могу сделать для Бога, но важно то, что Бог может сделать через меня. Бог пытается привести финансы в земную сферу, чтобы евангелизировать мир, снарядить тело Христова, чтобы евангелизировать мир. Так что есть небольшая часть нас, вы и я, многие, кто слушает нас, готовы идти, но финансов нет. Поэтому я верю, что Бог хочет, чтобы я делал акцент на этих духовных моментах, этих сильных моментах, чтобы они получили свой прорыв. Как ты сказал, духовные законы выводят вас из посредственного. Я вышел из посредственного много лет назад, благодаря исполнению духовных законов. И благодаря призванию, которое есть у Бога для моей жизни. Но когда Авраам повиновался Богу, мы знаем, что произошел переход богатства. Мы открываем 13 главу Бытия, и там говорится, что Авраам был весьма богат скотом и серебром и золотом. И мы видим это, и мы видим, что так как Лот был с ним, Лот стал богат благодаря близости к нему. Но мы видим, что Авраам в 14 главе Бытия отказывается брать часть добычи, потому что он сказал, что не хочет, чтобы кто-то из людей говорил, что сделал его богатым. Следовательно, это указывает нам на то, что Бог сделал его богатым. И затем мы видим Авраама, обращаясь в 22 главу Бытия. Он ждал этого сына 25 лет. И теперь Бог сказал, принеси его в жертву мне. И Авраам повиновался Богу. И в этой главе есть стих, в котором Бог говорит, «Теперь я знаю». Так что есть уровни, которые вы должны пройти вместе с Богом, чтобы Бог привел вас туда, куда Он хочет, чтобы вы пришли. Вы должны доверять Ему. Вот почему вы должны иметь откровение о Нем. Итак, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Мы знаем историю Иосифа. Иосифу приснился сон. Казалось, что этого не произойдет. И очень часто люди сеют духовные законы, которым ты учил нас в самом начале, задолго до того, как я получил какое-нибудь откровение о деньгах. Ты учил нас духовным законом. Ты и Глория. Иногда люди разочаровываются, но прочитайте о Иосифе, и заметьте, что когда у вас есть мечта, в вашем сердце Бог исполнит эту мечту. Но есть конкретные уровни, конкретное послушание, конкретные уровни веры, которые вам нужно пройти, но Он всегда исполняет ее. Эта книга работает. Вспомните о маленьком мальчике и его обеде. Я написал об этом в своей книге, об обеде того маленького мальчика, который Иисус умножил. Благодарение. Очень важно. Да, это так. Благодарение – это умножающий фактор. Вы видите Иисуса в его служении у гроба Лазаря. Он воздает благодарение. Происходит чудо, Лазарь возвращается к жизни. В случае с обедом того мальчика, когда этот обед попал в руки Иисуса, Иисус начал воздавать благодарение. Я посмотрел на это и сказал, «Благодарение – это умножающий фактор». Лерой, благодарение – это пушка веры. Это такая взрывная сила, что большие чудеса, которые ты видишь в Библии, те, которые ты упомянул, да, точно, огромные, мощные вещи происходили непосредственно от благодарения. Это пушка. Это большое ружье веры. Верно? Это могущественно, да. Это удерживает вас от ропота и жалоб. Абсолютно верно. Вы можете на том же дыхании поблагодарить Бога, потому что... Знаешь, ты говоришь сейчас о людях, которые сдаются. Всегда присутствует элемент времени. Это время сияния и урожая. Это время роста. Есть очень долгое время роста, которое вы не можете увидеть. Если вы просто пойдете и посадите растения, проходит долгое время между тем, как вы посеете семя в землю, и временем, когда вы увидите, как оно начнет сходить. И когда оно только всходит, то оно маленькое и хрупкое. Требуется много времени. И именно в это время сатана очень хотел бы избавиться от вас. Потому что легче сделать это, когда это еще только росток, чем после того, как он станет деревом. Именно во время роста все настолько ранимо, и время роста это время хв dani. И именно в это время вы должны доверять ему. Абсолютно верно, потому что они несомненно возвратятся. Именно тогда вы развиваетесь, именно тогда вы готовитесь. И когда это придет, вы будете безграничны. Мне нравится это. Да, вы учитесь. Весь процесс — это процесс обучения. Кое-чему я научился трудным путем, и затем, когда я узнал легкий путь, я выбрал легкий путь. Но вы уповаете на Бога. Я имею в виду, Бог не человек, чтобы ему лгать. Если Он сказал, Он сделает это хорошо. Он сказал, мое слово не возвращается ко мне тщетным, но оно исполняет то, оно преуспевает в том, для чего я послал Его. Так что все дело... Знаете, Он воздает тем, кто усердно Его ищет. Все дело в том, что вы должны использовать свою веру во всем, что от Бога. И это финансовое дело, которое поручил мне Бог. Иногда люди сдаются, потому что это не происходит за ночь, или не происходит за месяц, или не происходит за годы. Но когда вы убеждены в вашем сердце, и у вас есть откровение, вы должны продолжать двигаться. Есть причина, по которой некоторые люди не получают, сверхъестественных результатов. Я хочу объяснить это. Одна из причин, почему люди не видят сверхъестественных результатов, это недостаток откровения. Если у вас нет откровения о богатстве, если у вас нет откровения об умножении, нет откровения о безобилии, и переливании через край, настоящего откровения, вы сами это не можете открыть. Вы не можете это вычитать. Дух Святой должен сделать это реальным для вас. И без откровения вы никогда не будете ходить в проявление этого в вашей жизни. Но у каждого Божьего ребенка есть потенциал к принятию этого откровения, потому что они рождены от Божьего Духа, и Божий Дух живет внутри них. Так что им нужно подчиниться откровению, когда оно приходит, выносить откровение, питаться им, и сделать его частью своего внутреннего естества. Что оно действительно принадлежит им. Оно действительно... Многие люди пока еще не убеждены. Я верю в это, Лерон. Они не убеждены. Нам нужно сказать об этом. Из-за религии, из-за традиций, из-за учения человеческого, из-за сатаны. А богатство в теле Христовом это самый страшный кошмар для сатаны. О, да. Потому что он знает, что мы с ним сделаем. Он знает, что мы будем приобретать телевизионные станции, мы будем проповедовать это Евангелие, приобретать самолеты, мы будем делать точно то, что необходимо сделать, чтобы донести это Евангелие. И мы будем помогать бедным. Он знает это. Он знает, что есть много того, что мы можем сделать, имея финансы. Это одна из больших твердынь, с которой мы сталкиваемся, с которой сталкивается тело Христова. Он позволяет нам двигаться в хвале, Он позволит нам двигаться в поклонении, в дарах Духа, в вере, но когда дело доходит до финансов, он даже вызывает суматоху. Абсолютно, да. Когда вы говорите о финансах в самом теле Христовом, я имею в виду, он побуждает людей, хороших людей, которые любят Бога. Он побуждает их говорить против этого, именно того, что необходимо им, чтобы завершить их поручение. И они хорошие люди. Именно поэтому я не сержусь, они хорошие люди. Им просто нужно дальнейшее откровение, чтобы понять, что это величайший кошмар для сатаны. Мы, тело Христово, есть голос, которого мы пока не имели. Есть голос, которого мы пока не слышали в теле Христовом. Этот голос не придет, пока не придет умножение. Мир не услышит нас так, как он должен нас услышать. И я вижу на горизонте этот переход богатства, который грядет. Когда эти деньги попадут в руки людей, таких как ты, и других мужей, жен божьих, которые делают то, что Бог говорит им делать, то голос станет громче. Мир даже не слышит голоса нищего человека. Так говорит Писанин. Да, я знаю. Они даже не слышат его. Поэтому финансовый прорыв в теле Христовом даст нам более громкий голос. Еще одно, не только недостаток откровения, я думаю, что это взаимосвязано, но и недостаток понимания. Зачем эти деньги? Зачем проповедовать о процветании? Почему? Почему я проповедую о богатстве все время, когда я путешествую? Потому что это мое поручение для тела Христова. И я настроен. Я настроен на это, потому что я видел, как прорывы приходят экстраординарными путями. Я видел всевозможные чудеса, связанные с богатством, и я знаю, что это для тела Христова. Но я знаю, что требуется, чтобы достичь этого. Вам нужно получить ясное понимание Духа Святого. Недостаток откровения, недостаток понимания, недостаток участия. Вам нужно участвовать. Вам нужно сеять семя. Двигаться в сене с одного уровня на другой. Вам нужно слушать Духа Божьего. Это записано. Настоящий сеятель, описан в Матфея 13 и в Марка 4. Сеятель, неважно что, семя может быть заглушено. Многие вещи могут препятствовать семени, но настоящий сеятель никогда не прекращает сеять. Он никогда не сдается, и ты знаешь, что он сеял. Наконец посеял 30-кратную, 60-кратную, 100-кратную. Он, наконец, добрался до этой хорошей земли. Есть некоторые семена, которые мы сеяли, и может казаться, что они не работают. Не позвольте этому остановить вас. Продолжайте слушать Бога. Продолжайте сеять, потому что настоящий сеятель продолжает сеять. Знаешь ли, Рой, для меня это было настоящим шоком. Не так давно. Я просматривал эти места описания. Всякое место, где сеятель сеял, как в 4 главе Марка, каждое место, где сеятель сеял, когда он сеял это, это была хорошая почва. Он не просто вышел и разбрасывал, поскольку они принимали это с радостью. Каждый из них. Так что он сеял это в доброй вере. Они оставили это после того, как он дал это им. Но он просто продолжал сеять. Просто продолжал сеять. Даже хотя часть из этого взошла плохо. Он просто продолжал сеять. И, как ты сказал, он наконец пришел к этим 25%, которые ухватились и действительно остались с ним. И эти 25% со временем принесли вас сто крат. Это процесс. Бог верен. Есть те, кто слушает нас сегодня, кто прошел через это, и сеял, и сеял, и казалось, что никак не удается выбраться из-под крышки. Казалось, что они никогда не выберутся из долгов, и смогут давать столько, сколько они хотят давать. Просто продолжайте сеять. Просто продолжайте сеять. Это работает. Бог верен. Он исполнит это. Знаешь, им нужно продолжать делать это. Лерой, вы с Короли начали это много лет назад. Мы с Глорей начали так жить более 38 лет назад. Подумайте. Я думал об этом так много раз. Подумайте. Что бы произошло, когда Орл Робертс проповедовал свою первую проповедь о семени веры? Семени веры. Семени жатве. Боже мой. Это было в 50-е годы. Я знаю это. Более 50 лет назад. Что, если бы все, все тело Христово просто ухватилось бы за это и сказало, «Только посмотрите на это». Давайте пойдем с этим. И осталось бы в этом. Лерой, подумай, что Господь смог бы совершить к этому времени, в котором мы сейчас. Абсолютно верно. Но Он совершит это в любом случае. И вместо того, чтобы упереться и сражаться с ним. Потом сражаться со мной и сражаться с тобой. И знаешь, делать все, что они только могли, чтобы ты больше никогда не проповедовал, как это казалось. И отдать дьяволу все эти годы и все эти возможности удерживать людей. Верно. У Орла Робертса тоже было послание. Я имею в виду сильное слово. Я перечитываю это время от времени. Это могущественное слово, но они просто не могли. Тело Христова не ухватилось за это, как один человек. Они берутся за это сейчас, и я так вдохновлен этим. Это недостаток откровения, недостаток понимания, недостаток участия, и затем последнее, недостаток помазания. Есть финансовое помазание. Я знаю это. Я хожу в нем. Ты ходишь в нем. Есть финансовое помазание, которое, я верю, течет из этой передачи. Те люди, которые смотрят нас, возможно, сидя у себя дома, где бы они ни находились, но я верю, что эта передача несет финансовое помазание, которое будет снимать некоторые финансовые бремена и уничтожать некоторое финансовое ермо. Я верю в это. Я не верю, что такое возможно, чтобы Иисус Христос из Назарета, Сын Живого Бога, встретил завершающие дни двухтысячелетнего периода Своего служения с нищей церковью. Я согласен. Только не под Его руководством. Я не верю. Когда вы смотрите на другие периоды в прошлом, время Авраама, время Моисея, это было великой силе и процветании во всем. Иисус не собирается все заканчивать так, чтобы Его люди были нищими. Никак. Я не верю в это. Никак. Боже мой. Мы вернемся через минуту. Суть в том, что когда помазание для процветания приходит на послушных людей Божьих, тогда вся та местность процветает. Начинает процветать. Именно это и произошло. Это то, что произошло с Иосифом. Именно это произошло. Я имею в виду, человека бросили в тюрьму, и тюрьма разбогатила. Все вокруг него процветало. Не из-за него, но из-за силы Божьей, которая была на нем. Да. Это то финансовое помазание, о котором мы говорили вчера. Это финансовое помазание, которое снимает эти бремена и уничтожает это ярмо. Если люди подчиняются ему, когда оно приходит на город, оно распространяется на весь город. И это то, о чем я говорил. Вчера мы говорили о недостатке помазания. И когда вы созидаете это помазание, и это помазание начинает расти, когда вы собрали это помазание, тогда Бог может действовать чудесным образом. Знаешь, мы говорили о 125-м псалме. Мы подчеркивали то, что в любом плену сатаны или мирской системы, если человек хочет от него освободиться, он должен иметь помазание от Бога. И это возвращает меня в Бытие 8.22. Вы не можете без этого обойтись. Это закон, и он все еще здесь. Впредь, во все дни земли, сене и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Итак, брат Коплин, для того, чтобы сфокусировать на этом тело Христова и тех, кто слушает нас, духовные законы, которые переводят вас от посредственной жизни к экстраординарной, вам нужно изучать жизнь Авраама, жизнь Исаака, изучать жизнь Иосифа, историю об обеде маленького мальчика, пятую главу Луки, изучать случай с Петром, который был профессиональным рыбаком, и это не сработало. Но когда Господь открыл свои уста и сказал ему, что именно ему делать, он пережил то, что ты сказал о 2005-м годе, переливание через край. Это было переливанием через край. Видите ли, это слово от Бога. И когда вы говорите это слово, то это все равно, как если его говорит сам Иисус. Вот оно снова. Если люди будут следовать водительству и исполнять данные им указания, у них будет переливание через край. Это подводит меня ко второму пункту. И может казаться, что они пересекаются, но они работают. Послушание Духовным Законом побуждает Святого Духа помещать нас в сверхъестественную среду, чтобы задействовать сверхъестественные результаты. Я хочу повторить это. Пункт номер два. Если вы собираетесь получить прорыв, если вы собираетесь двигаться в богатстве, послушание Духовным Законом побуждает Святого Духа помещать нас в сверхъестественную среду, чтобы задействовать сверхъестественные результаты. Сверхъестественные результаты. Я хочу, чтобы вы повторили за мной. Сверхъестественные результаты. Сверхъестественные результаты. Семя, посеянное в послушании, активирует сверхъестественное обеспечение. Семя, посеянное в послушании, активирует сверхъестественное обеспечение. Я хочу подчеркнуть слово «сверхъестественное». Не обыкновенное, а экстраординарное. Сверхъестественное. Другими словами, вы и я, мы можем не знать, как. Человек, который слушает нас, может не знать, как это произойдет, но они просто знают, что это произойдет. Оставьте как Богу. Просто будьте послушны Богу. Но когда вы сеете это семя в послушании, вы знаете. Библия говорит в Висайе 1.19, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Послушание лучше жертвы. Так что послушание Богу, так же, как Авраам послушался Бога, когда мы послушны Богу, в любой указанной области приходят обильные результаты. В живом переводе Библии Висайе 1.19 говорится, «Если вы только позволите мне помочь вам, если вы только послушаетесь, тогда я сделаю вас богатыми. Просто слушайтесь меня. Все, что вам нужно делать, это слушаться». Знаете, именно так написано в живом переводе. Так что послушание связано с временем сеяния. Если вы не слушаетесь, когда Бог говорит вам посеять семя, возможно, вы не знаете, какой из семян даст вам прорыв. Мы с Кэролин сеяли и сеяли и сеяли. Я просто принял следующее решение. Я люблю Бога, и я люблю Его дела, и я буду отдавать десятину. Каждый раз, когда Он скажет мне, «Я буду сеять». У меня тогда не было денег, но у меня было семя, потому что Он всегда дает семя. Мы продолжали сеять послушание, и на самом деле я даже не знал, что мы вырвались. Я по-прежнему был в процессе послушания Богу, пока моя жена не сказала мне. Она сказала, «Знаешь, мы вырвались. Мы выбрались из долгов». Я действительно не знал об этом. То же самое произошло с Глорией. Я не знал этого. Мы вырвались из долга, который мы просто не представляли, как можно было выплатить. И за 11 месяцев с того момента, как мы начали слушаться Бога и делать то, что Он сказал делать с нашими финансами, через 11 месяцев мы были свободны от долгов. И я не был уверен, что знаю, как Он это сделал. Разве это не удивительно? Это звучит смешно для людей, которые никогда не испытывали этого, но казалось, что часть долга просто испарилась. Некоторые моменты я знал точно. Когда Бог благословлял, мы выплачивали. Но были и другие моменты. И весь год, весь тот год был таким сверхъестественным. Мы были еще очень маленьким служением. Так что казалось, что приходит недостаточно средств даже для того, чтобы нам прожить. Но мы сделали это. И не только прожили. Но у нас дела шли лучше, чем когда-либо. И Бог тому же сделал так, что все долги были выплачены. И я думаю, что две мощные силы, которые ты и я, и Глория, и Кэролин испытали, это две мощные силы, которые мы не можем отвергать. Послушание и хотение. Да. Мощные силы. Вам не нужно иметь много, но просто слушайтесь. И с хотящим сердцем покажите Богу, что вы стремитесь к исполнению Его целей, исполнению Его поручений. Это взаимоотношение любви. Да, это так. Бог действительно любящий. Понимаете, вы не можете по-настоящему слушаться Бога, если только вы не любите Его по-настоящему. Любите то, что Он делает на земле, и затем будьте хотящими. Послушание и хотение – это те две вещи, которые, я верю, вывели нас обоих на свободу. Мы просто делали то, что Слово Божье говорит делать. Понимаете? Я думаю, что я никогда до этого момента не соединял это таким образом в своем разуме. Но когда ты говорил, это стало формироваться во мне. Иисус сказал, «Мы говорили о помазании для процветания». И послушание приносит это помазание на семя, потому что это помазание – это Сам Святой Дух, и так далее. Вы послушны тому, что Он говорит. Это помазано. Проблема, с которой сталкиваются многие люди, в том, что они решают, что им нравится делать, и затем они просят Бога помазать это, и это слишком ненадежно. Так не сработает. В 4 главе Евангелия от Луки Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал Меня проповедовать Евангелие нищим». Для того, чтобы нищему выйти из нищеты, ему нужно было делать то, что Иисус ему проповедовал, верно? Точно. Точно. Это достаточно простой вывод, но я никогда не видел этого именно таким образом. «Я видел этот принцип, но я никогда не связывал эти две вещи вместе». Он сказал, «Дух Господень на мне, чтобы проповедовать Евангелие нищим». Чтобы нищему вырваться из этого, он должен был быть послушным тому, что Иисус проповедовал ему. То, что ты говоришь, ты говоришь то же самое. Мы говорим одно и то же нашим телезрителям. Для того, чтобы выбраться, недостаточно просто слушать нас. Чтобы выбраться, им придется применять на практике то, чем мы делимся через откровение. Абсолютно верно. И через опыт. Абсолютно верно. Им придется пройти через это. Я думаю, то, что ты и я показываем им, что будут ловушки. Будут вещи, которые попытаются остановить их. Некоторые вещи пытались остановить нас, но не остановили. В действительности не существует силы, которая может остановить человека, если он ходит в откровении, ходит в понимании, ходит в помазании, ходит в послушании, ходит в желании и готовности, имеет просвещение от Слова Божьего. Абсолютно ничто не может остановить их от выхода из долгов. Ничто не может остановить их. Только недавно я лично посеял. Я был восхищен. Сто тысяч долларов. Я помню, когда я сел пять долларов и потел. И я выписал чек на сто тысяч долларов. Я сказал, смотри, вперед, что это не самая захватывающая вещь. Да. Что-то произошло, и Господь сказал, я хочу, чтобы ты посеял сто тысяч. И в конце концов я посеял сто двенадцать тысяч, потому что моя жена посеяла двенадцать. И это было восхитительно для меня. Я сказал, дай-ка я взгляну на этот чек еще раз. Я не зарабатывал сто тысяч за целый год, за два или три года, понимаешь? Если он смог сделать это для меня, черного парня из Южного Штата, из бедного региона, с полей сахарного тростника, все, кто меня слушает, если он смог сделать это для меня, он сделает это для вас. Я думаю, Бог избирает немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И вот это здесь. Вы знаете, что это действует. Слово Божье действует. Если человек применяет закон бытия 8.22, «Сеяние и жатва», это работает. Это приводит меня к другому месту Писания, Брат Копленд, которое помогло мне очень сильно, когда я начал проповедовать это послание. Я использовал Исаию 1.19. «Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли». Я знал его из моего, скажем так, баптистского прошлого. Я знал этот стих. Я не знал его полного значения, но затем однажды я изучал Писание и молился, и я наткнулся на Иова 36.11. Я подумал, что попал на небеса. Я сказал, «О, вот еще один стих». Там сказано, «Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии или та свои в радости». Слава Богу! Это мощный стих. Он говорит это, верно? Именно это он и говорит. Если они послушаются и будут служить Ему. Откройте это место Писания, если у вас есть Библия. Это место Писания для размышления, чтобы дать вам ваш прорыв. Если послушают и будут служить Ему. Другими словами, слушайте всего, что Он говорит вам делать, и в то же время будьте в служении, чтобы выполнять Его поручения на земле. Слава Богу! Он сказал, «То проведут». Мы не просто говорим о Новом году, но здесь Он сказал, «Они проведут дни свои в благополучии или та свои в радости, в сильности». В живом переводе сказано, «Послушайте, если они послушают и подчинятся Ему, они будут благословлены процветанием всю свою жизнь». Это мощно. Вы слышали это? Это сильный стих. «Если они послушают и подчиняются Ему, они будут благословлены процветанием». Благословлены процветанием всю свою жизнь. В этом нет недостатка. Нет, нет, нет. Знаете, вы просто входите в это, и Бог готов к тому, чтобы церковь вышла и была в свободе в этой области. Но вы не можете читать этот стих, не читая следующего стиха, который говорит, «Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии». То же самое и в Висайе. 20 стих говорит, «Если же отречетесь и будете упорствовать, оба раза, подумайте об этом, оба раза Он сказал вам, что может произойти, если вы послушаетесь Его, и сразу же в следующем стихе Он сказал вам, что может произойти и произойдет, если вы не послушаетесь Его». В книге Иова 36, 11, 12, и затем в Висайе 1, 19, 20. Он так и сделал. Да. Вам нужно слушаться Его. Знаешь, я думаю сейчас, мы по-прежнему говорим о помазании. Есть люди, которые собирают большое имение своими силами. Вот да. Но они не проводят свои дни в процветании и не проводят свои жизни в радости. Нет. У них есть все это имущество, с которым им приходится иметь дело. И когда вы просто очень напряженно трудились и собрали это, или собрали это каким-то другим путем, или как-то еще. Знаете, я несколько дней назад разговаривал со своим хорошим другом. Его зовут Джо Уорд. Джо был звездой в NBA, в Phoenix Suns, и позже в 76ers. Настоящий муж Божий. И он свидетельствует молодым ребятам и сегодняшним профессионалам баскетбола. И он говорил мне, он сказал, «Знаешь, имея все эти вещи». Он говорил о профессиональных баскетболистах. Вы можете получить это одним из двух путей. Вы можете либо получить это через помазание Божье, либо получить это просто тяжелым трудом в баскетболе. И у них было много всего. Но он сказал, «Знаешь, я заметил за годы, что все это имущество без помазания приносит только эгоизм и тьму, и обиды в сердце и боль в жизни человека. И все это только увеличивает их. И человеку еще хуже в его разуме и во всем остальном, чем когда у него ничего не было». Точно. Знаешь, многие люди думают, что мы говорим о том, когда я подчеркнул финансовый аспект процветания, это не все. В полноте вашего человека, как преуспевает душа ваша. Знаете, Библия говорит об этом в третьем послании Иоанна. Да. Это хорошее время для того, чтобы сказать нашим телезрителям, я верю, что они уже знают, мы уже поняли, что деньги, это не полное процветание. Это еще не все процветание. Да. Вам нужно иметь взаимоотношения с Богом. Вам нужно иметь помазание, чтобы правильно обращаться с процветанием. Но очень часто люди так сосредотачиваются на том аспекте, что вам не нужны деньги, и они не правы. Вы не полностью процветаете без денег. Вы не полностью процветаете без денег. Это верно. Понимаете, о чем я говорю? Так что есть две стороны монеты. И я рад, что об этом зашла речь, чтобы тело Христово могло понять это, или чтобы я мог подчеркнуть это для них благодаря моему призванию к этому посланию о богатстве. Они слышат, как я проповедую об этом и проповедую об этом. Я не собираюсь извиняться за это, потому что это мое поручение. Но точно так же я счастливо женат. Я счастлив, что у меня четверо детей. Все они в этом служении вместе со мной. Так что у меня счастливая семья. Мы с моей женой в браке уже более 37 лет. Мы счастливы в браке, так что Дул Божий принес все это помазание в мою жизнь. Поэтому деньги не являются проблемой для меня. Держаться за них, или пытаться понять, сколько их у меня, и так далее, я даже не обеспокоен этим. Настоящее процветание — это когда ваша рука в Божьей руке, и вы ходите с Богом. Но вопрос денег — это место, где мы были зажаты. И так многие говорят, что это не от Бога, но Писание постоянно говорит нам, что Бог хочет дать процветание так же и в этой сфере, понимаете? И поэтому телу Христову необходимо слышать об этом аспекте процветания, потому что поручение Божье не может быть выполнено на земле без денег. Абсолютно верно. Две самые влиятельные вещи в мире — это великое, потрясающее проявление Божьего присутствия, которое Он совершает время от времени. Да. и финансовое умение, способность принимать от Бога ответ на каждую нужду и ходить в такой силе. Это то, что этот мир жаждет увидеть. Верно. Когда они увидят Божьих людей, ходящих в процветание, настоящее процветание — это способность принимать в исполнение всякой нужды от Бога в любой сфере и области жизни. Верно. И они не понимают этого, но это то, что они хотят, чтобы кто-нибудь сделал. И они уважают вас за способность принимать от Бога исцеление, способность принимать от Бога на различных уровнях. Но когда доходит до того, что вы принимаете от Бога в финансовой сфере, и вы процветаете финансово в придачу ко всему остальному, это то, что все эти годы они искали, чтобы кто-нибудь сделал. Что происходило? Давай вернемся назад. Что происходило, когда Авраам входил в город в свое время? Они видели Бога в нем. Абсолютно верно. Исаак, Иаков. Почему Бог описывает так ясно и так ярко, подчеркивает владение Иова? И затем называет его праведным человеком. Да. 111-й Псалом говорит, что должно быть в доме праведника. Бог пытается подчеркнуть это во всем Ветхом Завете через людей Завета, которые слушались Его. Он сделал их богатыми во всем. Он начал это с Эдемского сада. С Адамом. Он начал это прямо там. И если и есть какое-то свидетельство о воле Божьей, так это первая глава бытия, потому что Он никогда не меняется. Это была Его воля с самого начала. И Иисус пришел, чтобы позаботиться о том, чтобы Его воля была исполнена на земле в соответствии с Его совершенной волей. На земле, как на небе. И что произошло, когда мы перешли? Я впервые задумался об этом. Что произошло, когда мы переступили порог крови? Что произошло, когда мы перешли от Ветхого Завета, как сказано в послании к евреям? Теперь мы имеем лучший завет. Мы оставили эту часть. Мы оставили эту часть богатства Божьего. Мы приняли. Церковь приняла подобие мирской системы и пыталась действовать в этой системе постоянно, чтобы держаться наравне. Но это вовсе не было Божьим планом. Божий план для нас, Он говорит в 51 главе Исаия. Он говорит, посмотрите на Авраама. Затем Он говорит о превращении пустыни снова в Эдемский сад. Сион. Он сказал Сион в этой 51 главе Исаии, в первых трех стихах. Так что Бог призывает Свою церковь назад к Своему богатству. Потому что пока мы не будем действовать и функционировать правильно, Иисус не сможет прийти. Я не могу себе представить это иначе. Ты говорил об этом раньше. Он не может. Миллиарды душ, которые не слышали о Господе Иисусе Христе, эти деньги должны участвовать в этом. Я был очень, очень впечатлен тем, что сказал мне один молодой человек. У них было сильное излияние духов из церкви. Я имею в виду, это было одно из тех сверхъестественных событий, когда сила Божия просто бьет в эту церковь. И это просто сотрясает ее снизу доверху. И дошло до того, что тысячи человек приходили в эту церковь. И они затерли ковры, затерли мебель. И они собирались в церкви семь дней в неделю. Эта церковь даже не была построена для того, чтобы в ней собирались семь раз в неделю. Людей приходило в три, четыре или пять раз больше того количества, на которое была рассчитана та церковь. И они не знали, как. Он сказал мне, «О, если бы мы только знали, как верить о наших финансах». Все это настолько отбросило нас назад в финансовом плане, что в конце концов это заглушило то излияние. Он сказал, «Мы по-прежнему благословлены, но далеко не так, как могли бы быть». Допустим, что в то время этот наплыв людей мог быть научен правильно. И что бы ни происходило, просто верьте Богу об этом. Верьте Богу, что у вас будет зданий намного больше. Верьте Богу о финансах. Вместо того, чтобы оказываться из-за этого в долгах, просто переживайте переливание через страну. Как много урона мы могли бы нанести царству тьмы? В сфере помазания всегда происходит что-то замечательное. Весь принцип того, что послушание лучше жертвы, как сказал Иисус. Зачем вообще приносились жертвы? Для того, чтобы открыть дверь для помазания. Поэтому для того, чтобы принять помазание, даже в большей степени, чем когда вы жертвуете чем-то для Бога, вы просто должны быть прежде всего послушны Ему. Он хочет, чтобы вы слушались Его. Это ставит вас в правильное место, в правильное время, когда вы делаете и говорите правильные вещи. И это ставит вас в такое место, где это помазание есть на том, что вы делаете, на том, что вы говорите, на той местности, в которой вы живете. Вы ходите во свете, подобно тому, как Он во свете. Это лишает жизни беспокойства. Это самое чудесное в мире. Даже тогда, когда вы совершаете ошибки. Или даже тогда, когда дьяволу удается найти где-то лазейку. Уповайте на это помазание. Прямо в точку. Это помазание снимает бремена и уничтожает вермо. Да. Оно на готове. Оно прямо там для вас. Вместо всего того, через что постоянно проходит этот мир. Они идут от одной катастрофы к другой. И живут от одной небольшой зарплаты до следующей, или вообще не получая никакой зарплаты, понимаете? Еще одна маленькая зарплата. И знаете, то, о чем мы говорим, брат Коупленд, обращаясь к телу Христову, я рад, что в это время мы можем обращаться к ним и говорить им, что им не нужно мучиться в этой сфере. Если они послушны Богу и охотны, и продолжают проявлять послушание, делать то, что Бог говорит им делать, это не только в вашем духе. Я знаю, что мы водимы Духом Божьим. Мы рождены от Духа Божьего, мы должны питать наш дух Словом Божьим, но также есть еще и ваш разум. И суть одного из откровений, которые я записал, чтобы поделиться с нашими телезрителями, в том, что вы должны ходить в откровение Его Слова, обновляя ваш разум. Понимаете, это не просто откровение. Его Слово — это плита основания, которая ведет вас в мир всего остального, что Он обеспечил через Свой Завет. Слово Божье делает вас твердыми. И я не припоминаю ни одного человека, который был бы более укоренен в Слове Божьем, чем Кеннет Коупленд. Ты был в Слове Божьем, ты размышлял над этим Словом. Когда я только начал свое служение, я прочитал все твои книги и прослушал почти все твои кассеты. Так я очень многому научился от тебя, и я знаю, что с этой точки зрения это привилегия для меня — сидеть здесь вместе с тобой. Но когда мы говорим о богатстве Божьем и сеянии, и жатве, и процветании, библейском процветании, в финансовом аспекте, вам придется обновлять ваш разум. Так много мусора и всякой ерунды говорилось о богатстве даже из-за кафедр, что оно не от Бога. И знаете, я хожу в любви по отношению к тем, кто делал это, поскольку они просто не знали. Но нам нужно выполнить это поручение. Итак, послание к римлянам, 12.2. Это известное место Писания, но я хочу воспользоваться им здесь. Он говорит о том, что «не сообразуйтесь свеком, Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Этот стих также можно использовать в вопросе финансового процветания или финансового завета, чтобы вы обновляли ваш разум. И многие люди просто закрыты, когда дело касается богатства или умножения. Они сообразованы с этим миром. Они просто сообразованы с этим миром. Это правда. Они пытаются получить его через систему этого мира. Переносит это в церковь и пытаются управлять церковью по мирским принципам. Традиционное мышление. Мышление, что нужно работать на нескольких работах и что просто не хватает денег. Это не поможет. Благодарение Богу. Бог дал вам работу, но это то место, где вы можете получать семя. Поэтому вы должны ходить в этом откровении, ходить в откровении Его Слова о богатстве. И чуть позже я дам четыре или пять известных мест Писания, но тем не менее я верю, что они могут оказать влияние на ваше сердце, поскольку Слово Божье живо. Следующий пункт «Ходите в откровение о Его обеспечении». Хождение в откровение о Его обеспечении. Вам нужно иметь откровение о Боге. Насколько богатыми запасами обладает Бог, который Он хочет, чтобы кто-нибудь использовал от Его имени на земле. Знаешь, ты однажды сказал кое-что. Помнишь, когда мы проводили собрание «30 дней славы»? Здесь, в нашей церкви, Игл Маунтин, в течение 30 дней каждый день проходили собрания. И Лерой приехал и проповедовал на большей части их. Верно. Я скажу вам, откровение о Боге становилось все сильнее и сильнее. Я помню, как ты кое-что сказал. Мы на том собрании слышали это, но люди, которые не были на том собрании, услышали, как кто-то пересказывал то, что ты сказал. И некоторые из них очень обиделись на это. Да, я знаю. Ты сказал, что у вас может и есть 50 тысяч долларов в банке, но у вас совсем нет денег. У вас может быть 100 тысяч долларов в банке, но у вас совсем нет денег. Насколько их хватит, если вам придется жить только на них? Не очень, надолго. Да. Если наступит какой-то... Кризис или что-нибудь. Кризис, они разойдутся моментально. И сатана знает, как посылать кризис. Да, скажу вам. Но то, что ты говорил, и люди разозлились из-за этого и сказали, да, о чем ты говоришь? Я работал и копил, и ты говоришь, что у меня совсем нет денег. Да. Это именно то, что я пытаюсь вам сказать. Но мы не пытаемся сказать это, чтобы унизить вас. Принизить вас нет. Мы пытаемся поднять ваше мышление высоко. Выше. Есть абсолютно неверующие люди, которые, если бы вы им сказали, что 50 тысяч долларов это много денег, они бы посмеялись над вами. Они тратят 50 тысяч долларов за одни выходные. Точно. И если мир может иметь такое представление о деньгах и изобилии, то насколько больше Бог, Лерой? Этому необходимо развиваться. Я имею в виду, тело Христова находилось здесь, внизу. Борясь за крохи, без обновления разума вы не сможете. Бог очень строго отчитывал меня на протяжении нескольких недель. Казалось, что Он будет отчитывать меня до конца жизни, потому что я не переходил и не поднимал свое мышление до миллиардного потока. Сатана вложил страх в тело Христова в отношении богатства. И страх по-прежнему есть здесь, прямо внутри тела Христова. И единственное, что разрушит этот страх, это сила и любовь Божья. Я верю в это. Понимаете, этот страх. Вы противитесь деньгам. Некоторые люди даже не хотят говорить об этом. Они противятся им. Но каждый день вам нужно идти за ними. Вы можете выйти на такой уровень, где, как я говорю, деньги приходят. Деньги придут к вам, когда вы придете в послушание Божьей воли. Обновите ваш разум, расширите свое мышление, начнете думать и поступать как Бог, начнете участвовать в том, что Бог делает. И затем Бог исполнит это, как ты сказал, что твое мышление должно было быть обновлено в отношении миллиардного потока. И казалось, словно он... Одна из вещей, которые он сказал мне, это коснулось меня так глубоко, это врезалось в меня. Он сказал, мир вошел в миллиардный поток в самом начале 20 века. И он сказал, и вот мы... В то время это был еще не 21 век, но мы были на пороге его. Он сказал, ты уже почти в 21 веке, и ты даже не в миллионном потоке, говоря о моем мышлении. Да. Ты начинаешь говорить о миллиарде долларов, словно это настолько далеко. Нет. Если вы пойдете в мир, то увидите людей, которые смотрят на миллиард так, словно это совсем немного. Верно. Есть откровение, которое Дух Божий дал мне. Я даже не знал ничего о миллионном потоке. Он дал мне откровение, и он сказал, я делаю это, потому что это все, что они могут выдержать сейчас. Послушай, что он сказал мне. Он сказал, каждый верующий имеет внутри себя статус миллионера. Это верно. Но он сразу же сказал мне, это все, что они могут сейчас выдержать. Другими словами, есть больше, есть миллиардный поток. И он сказал мне в то время, это было 5 или 6 лет назад, он сказал, покажи им это. Он сказал, каждый раз, когда ты проповедуешь, учи их этому, скажи им, что мой дух есть внутри них. Скажи им, мой поток, мое знание, моя мудрость, мое понимание, мое наследие есть внутри них. Он не сказал, что каждый верующий станет миллионером, но он сказал, что каждый верующий имеет внутри себя статус миллионера. Да. Но я снова повторю, он сразу же сказал мне, это все, что они могут сейчас выдержать. Поэтому он пытался поднять их до этого статуса, чтобы они поняли, это возможно. Позволь мне использовать тебя. Понимаете, дело не в вас. Дело в Боге. Мои деньги для Бога. Мое богатство для Бога. Я видел видения о материальных вещах, которые у меня были и которые у меня есть сейчас. Замечательные вещи, самые лучшие, высший класс. И я видел видения. Бог показал мне видения. И одна из самых лучших машин моей коллекции, Бог показал мне эту машину на свалке. Заднее стекло разбито. Нажав специальную кнопку, вы можете опустить шторку между передними и задними сидениями. И все это высохло, изгнило. И я протянул руку в этом видении и просто отломал кусочек. И он просто показал мне, это не что, я просто позволяю тебе пользоваться этим. Все это из-за меня. Все это из-за него. Понимаете, о чем я говорю? И когда тело Христово, я верю, что сейчас в этой студии есть это помазание, поймет, что мы учим этому не ради материальной выгоды. Прислушайтесь к моему сердцу. Мы учим этому, чтобы Царство Божье прорвалось в миллиарды душ, которые раньше никогда не слышали об Иисусе. Тьма в этом мире поддерживается деньгами. И чтобы тело Христово высвободило эти помазания, представьте, как много помазанных проповедников и служителей слушают нас сегодня, чтобы высвободить эти помазания, служители, которые просто сражаются, пытаясь удержаться на плаву. Если они смогут получить это финансирование и получить это откровение и получить истину об этом и действовать на основании ее, и не позволить никому остановить их, тогда это Евангелие будет проповедано всем народом. И у всех людей будет шанс услышать о Господе Иисусе Христе. Вот какой виток. Это, о чем мы говорим. Вот какой виток. Мы говорим обо всех этих остальных вещах, потому что у Бога нет на этот счет никаких сомнений. Во всем Писании вы видите, что Бог не против того, чтобы вы были благословлены. Он не против того, чтобы ваши нужды были восполнены. Фактически, вы тогда действуете лучше. Но это все не главное, это все второстепенные вещи. Точно. Это побочные вопросы. Да. И пока они не становятся главными, вы можете иметь их. Когда они становятся главными, тогда вы на грани того, чтобы потерять их. Они не главные. Они не главные. Пашины и оборудование, это все не главное. Главное... Главное это Бог. Это Бог и Его... Поручение. Его поручение на этой земле и наше объединение в самую процветающую армию, которая когда-либо шла по лицу земли, чтобы проповедовать это Евангелие повсюду, даже не задумываясь о том, есть ли достаточно денег для того, чтобы идти или нет. Это написано в Захарии 1.17. В одном из переводов это звучит так. «Мои города распространятся, расширятся процветанием». Да, слава Богу. То же самое с Евангелия. Аллилуйя. Евангелие Господа Иисуса Христа будет распространяться людьми, которые слушают эту передачу, которые ухватываются за эти откровения и ухватываются за это помазание. Эти же самые люди будут теми, кого Бог будет использовать как инструменты, как поставщиков или дистрибьюторов того, что Он дает в их жизни, чтобы нести вперед это Евангелие Царства. Аминь. Знаете, это поручение для тела Христова. Я буду утверждать это до конца моей жизни, что телу Христову необходимо продолжать слышать это. Не позвольте никому запугать вас. Ходите в этом. Аминь. Ходите в этом. Ходите в этом. Я хотел бы вернуться к тому, что ты сказал на этих собраниях 30 дней срока. Хорошо. Если у вас есть в банке, скажем, 10 тысяч долларов, и для вас это много денег, у вас есть склонность просто сидеть на этих 10 тысячах долларов, как старая наседка сидит на яйце. Вы просто сидите на них. Нет, вам нужно подняться с этого уровня и понять, что это совсем ничто. Поднимайтесь на следующий уровень. Если вы сидите на 50 тысячах, то это совсем ничто. Если вы сидите на 100 тысячах, это совсем ничто. Если вы сидите на миллионе, это совсем ничто. Если вы сидите на 20 миллионах, это совсем ничто. Если вы сидите на 100 миллионах, это совсем ничто. Где бы вы ни были, продолжайте простираться к Богу, продолжайте простираться к Нему. Лерой, ты можешь взять 1 миллиард долларов. Я изучал этот вопрос. Ты можешь взять один миллиард долларов. Допустим, что у нас тут лежит миллиард долларов. Миллиард долларов. И мы сказали, хорошо, Бог, скажи нам точно, что с этим делать. Мы можем взять один миллиард и удвоить то, что делает тело Христово прямо сегодня. Удвоить это. Мы можем удвоить количество спасаемых душ. Лерой, если бы мы удвоили количество душ, которое тело Христово завоевывает сегодня, мы еще не достигли. Есть пять миллиардов душ на этой земле, которые должны услышать Евангелие Иисуса в силе, во свидетельство. Да, да. Миллиард долларов не сможет этого сделать, но мы уже ближе. Да. Вы входите в такой поток, и затем вы наблюдаете за тем, как помазание Божие начинает двигаться. И затем это становится таким движением Божьим, что все это становится поглощающим огнем Святого Духа. Но без денег никто ничего не делает. Средства связи и средства провозглашения высвобождаются. Они высвобождаются. Скажи это еще раз. Средства связи и средства провозглашения высвобождаются сегодня помазанием. Эти средства, которые были ограничены миром, который удерживал нас на определенных частотах, определенных спутниках, которые мы можем купить, располагая таким количеством денег. И есть определенные сферы, в которые нам нужно войти. Абсолютно верно. И что нас туда приведет? Деньги. Мы уже молились, мы поклонялись, прославляли, мы действуем в дарах. Но финансы — это та вещь, которая позволяет вам двигаться в этой земной сфере. И поэтому я верю пророчески. Я слышу, как Дух Божий говорит прямо на этом месте, в этот момент. Средства связи и средства провозглашения Евангелия открываются прямо сейчас. Слава Богу! Слава Богу! Я верю, что есть те, кто слушает нас сегодня, чье сердце меняется, потому что мы объяснили очень четко и очень ясно, в чем суть этого послания о финансовом процветании. И я скажу вам это очень прямо. Все это для Него. Для того, что Он делает на земле. Все это для Его поручения. Когда я путешествую, я путешествую и проповедую. Я налетал за год 500 часов, проповедуя. Я и оба моих сына. Когда я прихожу в церковь, я стараюсь оставить какой-нибудь вклад. Вот одно из моих главных заявлений. Я не пришел, чтобы получить деньги от вас, я пришел, чтобы дать деньги вам. И такова реальность в моем сердце, чтобы принести завет богатства в сердца людей, чтобы они могли ходить в этом и исполнять дела Небесного Отца. Одно из того, что я стараюсь показать пасторам, когда я приезжаю в их церкви, давайте не беспокоиться о пожертвованиях. Пожертвования сами позаботятся о себе. Позвольте, чтобы Слово Божье было посеяно в сердца людей, и ваша церковь никогда не будет прежней. Одно пожертвование — это одно дело. Но то, что вы переживаете постоянно, это совсем другое. Абсолютно верно. И знаешь, я посвятил этому свою жизнь. Я пастор. Но у меня есть поручение от Бога. И Бог помазал меня в этом, и Бог показал мне на опыте, что может произойти, если ты сеешь семя. Поэтому я посвятил этому свою жизнь. Ты знаешь, что вместе с благословениями приходят гонения. Но для меня это не имеет значения, потому что я должен делать это. Все сводится к тому, о чем мы говорим. Это Евангелие должно быть проповедано. И это Евангелие не может быть проповедано, если не будет средств передвижения. Я даже не смог бы быть здесь, если бы у меня не было моего самолета. С моим расписанием я не смог бы быть здесь на телевидении с тобой сегодня. Не смог бы. Тебе бы пришлось сократить на 65-70% то, что ты делаешь, если бы у тебя не было этого самолета. Подумай, что это дает твоему собранию. Я имею в виду, ты можешь быть пастором нескольких тысяч человек, находясь в здании церкви. Ты идешь на телевидение, и тогда ты можешь быть пастором для еще нескольких тысяч людей. Еще тысячи, тысячи, тысячи людей. Верно. Но затем ты садишься в этот самолет, и 500 часов полета в год вы можете сами посчитать. Если бы ты летел со скоростью всего 160 километров в час, подумай, сколько бы это было. Но ты летишь со скоростью 550, 650, 700 километров в час. В общем, это около 350 тысяч километров полета. Посмотри, что это дает людям. И это то, что Бог может сделать всего через одного человека. Теперь умножьте это на всех проповедников и всех пасторов, которые возьмутся за это и пойдут в этом. И у нас есть так много помазанных мужей и жен божьих. По всему миру, Лерой. Да, они должны ухватиться за это послание. Они не могут сражаться с этим. Им нужно признать, что мы возвышаем Евангелие, возвышаем Господа Иисуса. Знаешь, некоторые из наиболее финансово процветающих людей, которых я встречал за последние 13-14 месяцев, были из Африки. Люди из Нигерии, которые ухватились за то же послание, которое проповедуем мы. Это не послание Соединенных Штатов. Соединенные Штаты процветают благодаря Евангелию. Да. Это библейское послание. Слава Богу. Это библия. Это прямо в Библии. Это сердце Божье, верно? Это сердце Божье. Вам нужно хранить ваше сердце в порядке. Вот почему мы говорим об обновлении вашего ума Словом Божьим, потому что Слово Божье хранит вас в правильном месте, и это в сердце Божьем. Это то, чего хочет Бог. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы сказать в вашем собственном сердце и в вашем собственном разуме перед Богом, «Все, что у меня есть в данный момент, где бы я ни был в этот момент, настало время для меня поднять взор, сделать шаг и выйти. Время, чтобы отложить всякий успех, который я имел до сего времени, и искать у Бога большего места и высшего места во Христе Иисусе. Мне не важно, кто вы, у Бога есть больше. Да. Я имею в виду, Он такой большой. Он хочет использовать вас. Он так велик. И позвольте мне сказать вам кое-что еще. Богу легко сделать вас миллиардером за 15 секунд. Я имею в виду, ему не нужно сидеть и думать над тем, как это сделать. Без напряжения. Это не мы ждем его, Лерой. Это Он ждет нас. Он ждет нас, да. Аминь. Давайте устремимся к этому. Мы вернемся через минуту. И что так потрясающе для меня. Я помню, когда я впервые осознал это много лет назад. Я был студентом университета Орла Робертса. Я понял две вещи. Первое. Это сила семени. Семя может изменить вашу жизнь. И это помазание служения. Знаешь, в первый же день, как я попал в университет Орла Робертса, брат Робертс нанял меня своим вторым пилотом. Я сразу же попал на его собрание. И одна из первых вещей, которые я понял, я услышал, как он учит и проповедует на служении для партнеров. Я никогда не слышал ничего подобного раньше. Я начал понимать истину о том, что мое семя было связующим звеном. И это помазание... Бог помазал апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителя. Это помазание Иисуса, когда он был на земле. Он обладал каждым из них. Верно. Но это помазание есть здесь. И всякий, кто соединится с апостолом, пророком, евангелистом, пастором и учителем, как Бог будет направлять вас, какое бы у вас ни было призвание в жизни. И именно в то время мое призвание только проявлялось. В то время я был просто студентом. Да. Но когда я стал партнером с Орлом Робертсом, когда я начал сеять семя в него и в его помазание... Лерой, это помазание не ждало, пока я окончу университет. Оно не ждало, пока я войду в полное служение. На следующей неделе это исцеляющее помазание Орла Робертса сошло на меня. Верно. Да. Потому что ты применил себя. И помазание было доступно, чтобы соединиться с ним. Оно не было где-то далеко, в другом месте. Все, что мне нужно было делать, это быть послушным тому, что Бог говорил мне делать. И вопрос был всего в 10 долларов. У меня не было 10 долларов. Когда я пришел домой, я сказал Глории, мы партнеры Орла Робертса, но я слышал послание, а она нет, понимаешь? Верно. Она сказала, где же мы возьмем 10 долларов? Я имею в виду, мы молились на языках в продуктовом магазине. Чтобы выжить. Пытаясь расплатиться, понимаешь? Но я посадил ее и прочитал все эти места Писания. И она увидела это. Она сказала, о, я вижу это. Я сказал, Глория, я могу иметь его помазание за 10 долларов в месяц. Я имею в виду, я видел, как мое семя... Связующее звено. ...было моим связующим звеном, что все, что мне нужно было делать, это быть послушным. Бог даст это помазание мне точно так же, как он даст его ему или кому-то другому. Поэтому те, кто смотрит эту передачу, у тебя есть миллионы телезрителей и сотни тысяч партнеров. И их жизни возрастают, потому что они соединены с твоим помазанием. Я знаю это. И когда ты упоминал о том, как ты читал те места Писания, я верю, что именно так Господь будет вести и нас сейчас. Я знаю, что Орл Робертс все еще является генералом в наши дни. Когда он говорит, люди все еще испытывают трепет. Понимаете? Он сильный муж Божий и облагодарен Богу, что я живу, что мы живем в его поколении. Но когда ты решил применить себя или сделать себя доступным, сделав это соединение, ты соединился через мужа Божьего с обеспечением Божьим. Бог всегда использует мужчин или женщин. И ты соединяешься, потому что что было бы, если бы не было никакой почвы? Я имею в виду, ты не можешь сеять, просто пойти и посеять. Тебе нужно иметь место, куда сеять. Когда ты говорил о пяти помазаниях, Бог через пасторовье, через служение сделал доступными места, куда мы можем сеять, чтобы соединиться. Иисус Христос был семенем. Все является семенем. И тебе необходимо сеять это семя, чтобы соединиться. Ты говорил о том, как показывал Глории места Писания. Ее не было на собрании, так что вы сели, и ты показал им места Писания, чтобы показать откровение проявления, того, как это может произойти. Верно? И это приводит меня к тому, что я говорил о сеятеле, сеющем семя. Вы должны ходить в откровение обеспечения. Обеспечение должно быть. Обеспечение Божье должно быть открыто вам из Писания, Святым Духом, который просвещает вас, чтобы вы понимали. У вас пока еще нет никаких денег. Но вы ходите в откровении. Это изменяет все. Это изменяет все. Да, потому что вы видите все по-другому, вы думаете по-другому, вы действуете по-другому. Лерой, когда Господь впервые сказал нам, что мы должны ехать в университет Орел Робертса, что я должен снова идти учиться, Я тянул с этим три года. Я просто не мог представить этого. Я говорил Глории снова и снова. Глория, это не из-за того, что я не хочу быть послушным Богу. Просто мы приедем туда, и что мы будем там делать? Боже мой, у нас двое маленьких детей, и я... Понимаешь, у меня не было об этом представления. Наконец, я просто послушался Бога, так как Глория всерьез взялась за меня. Я сказал ей, мы поедем туда, мы умрем с голоду. Она сказала, да мы уже умираем с голоду. Что с тобой такое? Она сказала, мы можем точно так же умирать с голоду в воле Божьей, как и в неволе Божьей. Аминь. Я согласен с ней. И это стало для меня понятно на элементарном уровне. Но у меня не было никакого духовного понимания Слова Божьего. Я был рожден свыше, крещен Святым Духом, но я на этом остановился. Да. Я не думал о том, что дальше, понимаете? Да. Когда мы приехали туда, я был таким же нищим, как и раньше. Я приехал туда, повинуясь Богу. Я попал в присутствие Слова Божьего. Я начал слышать Писание о сейне семени. Да. Лерой, я стал богатым человеком, хотя у меня все еще ничего не было. Но внутри меня было откровение, что в этом семени сила, в этом семени власть. И мое послушание этому, я подумал, Боже мой, я потерял три года, которые я мог провести здесь, ухватывая за все это. Бог сказал, забудь об этом и давай пойдем дальше. Я начал получать благословение от этого помазания, пока я еще был студентом. Я не ждал, пока выйду и начну проповедовать. И ты начал процветать, твое процветание началось внутри. Да, оно началось. Я был богатым до того, как стал богатым. Когда я получил откровение, то вы не могли мне сказать, что я нищий. Не могли. Я увидел это. Я увидел это. Я увидел все обеспечение Божье. И я увидел, что благословение Авраама было моим. Моя вера не хотела слышать ничего другого, так что это началось внутри. Вы не можете просто схватить это. Вот почему я говорю, что деньги приходят. Вы не можете просто схватить их. Вы помещаете себя в Бога, в откровение, как это сделал ты, как это сделал я. И тогда обеспечение начинает приходить к вам, потому что теперь вы приготовлены к принимателю. Это начинается с хотящего сердца. Хотящее сердце. Хотящего быть послушным. Я просто поехал в Талсу. Я сказал, ну хорошо, если мы просто умрем с голода, это будет на Божьем счету, а не на моем. Поехали. Поехали. Давай просто поедем, понимаете? Но это послушание привело нас к тому, чтобы мы могли услышать откровение. И когда пришло откровение... Знаешь, иногда, брат Коупленд, в сердце приходит сильное побуждение. И прямо сейчас в моем сердце есть сильное побуждение к тому, о чем мы говорили, и что нашим зрителям необходимо услышать. Я молился об этих передачах, и иногда Бог дает мне очень простые вещи, но это то, что вывело меня на свободу. Это были простые вещи. И он проговорил мое сердце очень сильно три вещи. Он сказал, «Откровение, вам нужно быть просвещенными, и только Дух Святой может взять Слово Божье через мужа Божьего, такого как ты, и преломить Писание, и вы получите откровение». Но затем он сказал, «Участие». Вот где в дело вступает семя, видите? Вы подошли к черте, но чтобы переступить через черту, вы должны достаточно доверять этому, чтобы так действовать, верно? Так что участие, и затем проявление. И часто люди пытаются получить проявление без участия. Они садятся и говорят, «Брат Коупленд проповедует, и они будут слушать, и слушать, и слушать, но они никогда не сеют, а им необходимо сеять». Это часть Божьего плана. Бог предоставляет почву, Он предоставляет семя, и вам нужно подчиниться помазанию сеятеля. Есть помазание сеять. Все, что от Бога имеет помазание, которое заставляет это происходить. Если его нет, то это не произойдет в духовном мире. Так что это помазание от Святого Духа приходит и делает вас добровольным источником. Так что вам нужно участвовать в сеянии. Если вы не участвуете в этом, то вы можете исповедовать, вы можете читать. Но если вы не участвуете, если вы не высвобождаете это семя, то проявления не будет. Это очень важно. Понимаете? Хождение в откровение его обеспечения. Есть четыре места писания, которые я выписал, и которые очень сильно помогли мне в вхождении в Божьем процветании. Вы, возможно, знаете эти места писания, но в той атмосфере, в которой мы их представляем, 3 Иоанна 2. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Я акцентирую ваше внимание. Римлянам 12.2. Обновление ума вашего. Ваша душа процветает, когда вы слышите эти слова, слушая эту передачу. Ваша душа процветает, и это вспахивает плодородную почву и приготовляет вас принимать от Бога. Это место писания очень сильно помогло мне. Я держал это место писания перед своими глазами, и также есть еще одно место. Согласно традициям веры, в которых я вырос, в нашей динаминации мы привыкли читать 22-й псалом на похоронах. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Но когда вы доходите до места, ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, я знаю, что у меня не будет врагов на небесах. Верно. Речь о земле. Так что в действительности это слово завета от Бога, и я вложил его в свое сердце. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Сегодня. Не когда-нибудь потом, а сегодня. Так что я вложил это слово в мое сердце. И затем, Ефесянам 3.20. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, здесь говорится, действующую в нас силою, как преуспевает душа твоя, действующую в нас силою. Поэтому это участие есть принятие, в котором мы должны участвовать и затем позволить Богу открыть себя нам и принять участие в этом. Филиппийцам 4.19. Да. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Есть четыре места Писания, конечно, есть гораздо больше, но они дали мне глубокое откровение о Божьем обеспечении, и Он хотел, чтобы это было у меня, чтобы использовать это для Его славы. Аминь. Так как мы распорядители. Мне ничего не принадлежит, тебе ничего не принадлежит, все это принадлежит Богу. Но наши уши, наши сердца и наш разум открыты для Бога. Так что Бог может сделать все, что Он хочет сделать на земле через нас. Дело не в тебе, дело не во мне, дело в Боге, все дело в Его поручении. Есть вещи, которые Он хочет совершить на земле, и для этого Ему нужно кого-то использовать, почему бы не вас. Ему нужно кого-то использовать. Лерой, мы по-прежнему боремся с мышлением, которое не вмещает Божьи отношения и Божий взгляд на это. Мы все еще смотрим на это глазами слуг Божьих, Ветхого Завета. Но мы сонаследники со Христом Иисусом. Это сильно. Это семейное предприятие. Да. Наследство вовлечено. Это наследство. Это семейное дело. У нас должно быть такое же сильное желание донести это до остального мира, какое есть у Бога. Мы в этом как семья. Мы здесь не как Его слуги. Писание говорит, вы больше не рабы, но дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи. Это же Христу. Если бы у очень, очень, очень богатого человека были предприятия по всему миру, этот очень, очень, очень богатый человек был твоим и моим отцом. И он позвал бы нас с несколькими другими братьями и сестрами, так как все мы в этом бизнесе вместе. И он позвал бы нас и сказал, знаете, у нас проблемы в Южной и Центральной Америке. И мне нужно, чтобы один из вас поехал туда. Мне нужно, чтобы вы поехали и посмотрели, что нас там сдерживает. Илья Рой, я скажу тебе вот что. У тебя больше опыта. У них там проблемы с трубопроводом. А у тебя больше опыта в этой сфере, чем у всех остальных. Почему бы тебе не поехать туда и не проверить это? Наймись там на работу. Мне нужен отчет о том начальнике. Мне нужен отчет о менеджере, который занимается управлением. Мне нужен отчет об этом и мне нужен отчет о том. И ты просто поезжай туда и поработай на них какое-то время. И звони мне и сообщай, что тебе необходимо. Каждый вечер звони мне и говори, что тебе нужно. Лерой, я имею в виду, ты же не станешь говорить. Папа, я просто не думаю, что я могу поехать туда и жить на зарплату водопроводчика. Я просто... У меня нет денег, чтобы... Ты же не станешь так говорить. Нет. Когда твое состояние миллионы и миллионы и миллионы, у тебя столько же акций в этом деле, сколько и у остальных. Это совсем другое мышление. Конечно же, зарплата водопроводчика не имеет к этому никакого отношения. И ты говоришь, да, сэр. И вот я звоню каждый вечер и говорю папе, что мне тут нужно. И даю ему отчет. Почему? Потому что у семейного бизнеса там есть нужда. Он может послать меня на Аляску. И он посылает другого брата в Восточную Европу. И он посылает другого брата. Зачем? Это семейное дело. Это все наше наследство настолько же, насколько и его. И пока мы не придем к такому образу мышления, мы никогда не сможем завершить эту работу. Чтобы приобрести такой образ мышления, я думал, пока ты говорил и слушал тебя, мы можем ходить в откровение его обеспечения, мы можем ходить в откровение его слова. Для того, чтобы достичь такого образа мышления, необходимо еще одно связующее звено. Вы должны ходить в откровение о его любви. Как сильно Бог любит вас. Абсолютно необходимо, верно? Как сильно он возлюбил мир. В Библии сказано... Вы не можете даже понять это без откровения об этом. Откровение о его любви. Потому что люди часто считают Ефесянам 3.20. Я помню, я проповедовал об этом в другом штате. Я проповедовал из послания к Ефесянам 3.20. И Дух Святой проговорил ко мне и сказал, Ефесянам 3.20 пришло из откровения о моей любви. Он сказал, «Учья моя любви». Да, немного раньше там сказано, «Укорененные и утвержденные в любви». Да, верно. Да. И говоря о хождении в откровение о его любви, мы приходим к следующему моменту. Его милость и его благодать, или его милость и его благоволение больше, чем его сила. Очень часто мы делаем акцент на силе Божьей, но его милость... Я могу выразить это только в молитве на языках. Его милость, его благодать, его благоволение больше, чем его сила. Так что, когда вы узнаете, как сильно... Я имею в виду, он спас вас. Так что вам придется отличать ваше спасение от проклятия, и процветание включено в ваше спасение. Если он сделал для вас то, разве он не сделает для вас и это? Разве он не вытащит вас из этих крысиных бегов скитания по миру в недостатке? Итак, его милость и его благодать больше его силы. Когда человек начинает ходить в милости Божьей и благодати Божьей, то он уже на другом уровне. Разве это не созвучно 1 Иоанна 4 главе 16, 18 и 18 стихам, где он сказал, «И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог и уверовал в нее». Нет больше любви. Нет никого среди тех, кого я знаю, кто рожден свыше, кто не верил бы, что Бог любит его, но когда речь заходит о том, чтобы верить этой любви, то это совсем другое дело. Библия говорит, «Бог есть любовь». «Как сильно Бог любит меня?» Чтобы понять Ефесянам 3, 20, вы должны знать, как сильно Бог любит вас. Когда вы понимаете, как сильно Бог любит вас, тогда Бог способен сделать намного больше, намного больше всего того, чего вы просите или о чем помышляете. Он любит вас. В заключении нашей передачи и готовясь к тому, о чем мы поговорим завтра, и я хочу сказать, что ничто из этого не развивается. Мне не важно, что это. Номер один. Ничто из этого не развивается без веры. И вы не можете ничего развить верой без постоянного, последовательного исповедания этого вашими устами. Вам нужно начать говорить это, верно? Да. Вместо того, чтобы говорить все остальное. Это часть вашей повседневной жизни. Это должно выходить из ваших уст снова, снова и снова. Я люблю Господа Бога моего всем сердцем моим, всей душой моей, всей крепостью моей. Я люблю ближнего своего, как самого себя. И Бог любит меня всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью своей. Вхождение в любви. И вы просто говорите это, и говорите это, и говорите это, и говорите это, и говорите это. И говорите это. Вместо того, чтобы постоянно говорить. Ну, знаешь, я знаю, что он так сильно любит брата Копланда и брата Лероя, Но знаешь, я просто никто. Я просто... Если вы будете продолжать говорить так все время, то вы не сможете развиваться в вере, говоря так. Вы не сможете обращаться с Божьим богатством без понимания Божьей любви. Это невозможно. Любовь Божья — это то, что дает нам способность обращаться с Божьим богатством правильно. Это абсолютно истинно. Да. Как сильно Бог любит меня, и Библия говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась с сердца наши Духом Святым. И эта любовь возгревается в моем сердце Духом Святым. Так что Бог любит меня, а я люблю Бога. Как ты говорил, я в семье. Да. Поэтому я полностью на стороне моего отца. Да. Аллилуйя. Это картина, которую ты стараешься представить. Вот почему многие не вошли в этот мир богатства, потому что Бог не полностью убежден. Даже хотя они исповедуют, даже хотя они сеют какие-то семена, но они не полностью убеждают Бога своей любовью к Нему, что Он может доверять им, потому что когда вы начинаете возрастать в богатстве, вам нужен контроль. Да, еще как. Вам нужен контроль. Да, еще как. Любовь. Любовь. Я люблю Его. Я люблю Бога. Я проповедовал однажды, и я просто потерял самообладание. Я сказал, я люблю Бога. Вы не понимаете. Я не люблю имущество. Я не люблю деньги. Я люблю Бога. Я хочу, чтобы Бог был услышан. Я хочу, чтобы Его голос раздавался по всей земле. Я хочу, чтобы дьявол получил инфаркт. Я хочу, чтобы Бог... Знаете, я хочу, чтобы Бог просто победил. Абсолютно верно. Я люблю Бога. Я тоже. И вы развиваете это, говоря это. И вы говорите это. И вы говорите это. И вы говорите это. Вера приходит в услышание. И вы говорите это, и вы говорите это, и вера приходит. Она приходит. И вы никогда не можете сказать это так, чтобы любовь не ответила взаимностью. Да. Я имею в виду, он поднимется в вас. Он поднимется внутри вас так быстро, что это иногда шокирует вас, как быстро он поднимается в вас. Я помню первый раз, когда я это сказал, Лерой. Я был в церкви Хилтона Сатана в начале 60-х. Я поехал туда на собрание. Я имею в виду, это было одно из первых собраний, на которые я попал после своего спасения. И люди говорили Богу о том, как сильно они Его любят. И я подумал, знаешь, я никогда не говорил Богу, как сильно я люблю Его. Я сказал, я... я... И я подумал, ну я просто сделаю это. Я просто сделаю это верой. И я сказал, Господь, я люблю тебя. Скажу вам, все внутри меня просто поднялось. Я подумал, о, я провел остаток дня, просто поклоняясь Ему. Я так сильно люблю тебя, Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Слава Его Святому Имя. Аллилуйя. Раньше на этой неделе мы говорили об этих замечательных собраниях, которые у нас были. 30 дней славы. И я скажу вам, вы вставали утром и готовились пойти на эти собрания, и это было одно проявление Бога за другим. Сильно. И теперь мы живем в еще более сильном времени, чем было тогда. Просвещение, откровение возросло, понимание возросло, мудрость возросла. Бог говорил и давал нам дальнейшие инструкции. И мы живем просто в славное время. Настало время для этого, верно? Настало время для этого. Это тело Христова. Это день для тела Христова. Люди Божьи должны просто выступить в этом и не бояться. Мне понравилось то, что ты сказал на вчерашней передаче, подчеркивая тот факт, что семя — это связующее звено. Поэтому сатана блефует. Он заставляет вас бояться сеять это семя. Или он скажет, подожди до лучших времен. И это приводит нас к месту Писания, о котором я говорил. Это любимый ход дьявола, верно? Да, лучшие времена. Знаешь, тебе нужно немного мудрости в этом. Верно. Это просто неподходящее время, чтобы делать. И это вам говорит этот парень. И он скажет это вам. Да. Это не Дух Божий говорит вам. Это этот парень обращается к вам, когда вы пытаетесь прорваться. Вот почему Господь показал мне место из Экклесиаста 11.4. Чтобы понять сеятеля. Сеятель не заботится о том, сколько сеять. Все, что Господь говорит ему сеять, он посеет это. Он не заботится о том, как выглядит ситуация. Он просто послушен Богу. Это послушание. Мы возвращаемся к послушанию и хотению. Итак, здесь, в Экклесиаста 11.4, мы читаем, «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Другими словами, мы знаем, что слово «сеять» означает сажать семена для роста, рассыпать их. Так что настоящий сеятель, истинный сеятель, всегда дает Богу самое лучшее семя. Я думаю, я читал это в одной из книг царств, где было сказано, «Я не хочу отдавать Богу то, что ничего мне не стоило». Да, то, что ничего мне не стоило. Так что истинный сеятель всегда дает Богу лучшее семя. Самое лучшее семя, возможно, заставит вас напрячься, как иногда кажется. Но это хорошо. Просто сделайте это. Я испытывал такое, когда Бог обращался ко мне. Вот почему я упоминал на этой неделе о том, как я выписал чек на 100 тысяч долларов. Не от моего служения, но лично от меня с Кэролин, чтобы посеять проект Божий. И я помнил то время, когда я не мог выписать чек на 100 долларов, но я все равно продолжал сеять. Я продолжал давать Богу свое самое лучшее семя. Я продолжал быть послушным Богу, и это работало. Принцип работал. И потом не только ваше самое лучшее семя, но ваше сердце должно быть в вашем сеянии. Тогда оно становится драгоценным семенем. В 125-м псалме, с которого мы начали в понедельник. В оригинале сказано, что они пришли с драгоценным семяем. Драгоценное семя. Итак, это очень просто. Но нам нужно быть внимательным к этому. Не сейте, не делайте это просто как ритуал. Это должно быть в вашем сердце, когда вы сеете. Когда вы сеете, ваше сеяние должно быть в вашем сердце. Сеятель должен знать, что он или она делает. Они должны знать, вот почему просвещение так важно, любовь Божья так важна. Все эти откровения. Затем мы говорим, что важно обновление ума Словом Божьим. Ваше исповедание важно, когда вы сеете. Вы должны знать, что вы делаете, когда сеете. Вы должны знать, почему вы это делаете. И я слышал, как ты говорил это много раз. Так что я скажу три вещи. Не делайте сеяние ритуалом. Сеятель должен знать, что он или она делает, чтобы это было в сердце. И у сеятеля есть ожидание урожая. Да. У них должно быть это ожидание. Вы должны ожидать, что сказанное Богом истина. Я думаю, вот почему Иисус, в этом нет сомнения, сказал, и это местописание всплыло в моем сердце. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Понимаете, если это Слово Божье в вас не прибывает, тогда вы не будете это делать от всего сердца. Но когда Слово Божье прибывает, вы будете делать это от всего сердца. Так что всегда отдавайте Богу самое лучшее семя. Ваше сердце должно быть в вашем сеянии. И затем вы должны понимать почву. Что я имею в виду, говоря «понимать почву»? Вам нужно проверять почву, так как вы не должны сеять просто так. Вы знаете, есть определенные виды почв, в котором Бог поведет вас. Если почва правильная, и вы сеете семя, то семя и почва никогда не ограничивают Бога. Когда семя и почва соединяются, и за этим стоит сердце веры, то нет ограничений. Но это сатана, или сам сеятель всегда ограничивают Бога. Семя и почва никогда не ограничивают Бога. Это всегда сатана и сеятель. Если сердце сеятеля не в порядке, у него нет правильного, нет великого ожидания проявления того, что Бог хочет, чтобы он имел Это ограничивает Бога И вот что я говорю тем, кто нас смотрит Просто перестаньте ограничивать Бога Перестаньте смотреть на ваше прошлое и на ваших родных И что было у дяди Джо, еще у какого-то дяди и у всех остальных членов вашей семьи Теперь вы в семье Божьей Как мы говорили вчера на передаче, у вас есть наследство Поэтому сейте со всей силой Сейте с сильным ожиданием, потому что в богатстве, в завете богатства Вам придется прокладывать путь на свободу при помощи сеяния И вам нужно проверять почву Знаете, некоторые люди сеют из-за возбуждения Они сеют под давлением А это не то, чего хочет Бог Да, в этом есть кое-что, что я хотел бы услышать от тебя, Лерой Я заметил, что когда я стал хотящим сеятелем Это было в моем сердце И в один момент я стал восхищаться этим И я люблю это делать И дьявол увидел, что ему не удастся удержать меня на обочине жадности На обочине жадности Так что он попытался стащить меня в другую обочину Где я начал давать тому, кто громче просил Вместо того, чтобы обратиться к Господу И уделить время тому, чтобы услышать от Него И провести время в молитве и так далее И знаете, каждый, кто что-то делал Каждый, кто громко просил Я просто разбрасывал это в разных направлениях И потом я понял, что здесь что-то неправильно Что-то было не на месте в моем сердце И я знал, что мое даяние не производит того Что оно должно было производить И когда я успокоился перед Господом То именно тогда Он начал работать со мной в том, о чем ты только что говорил Что проверять семя Я не проверял их отчеты Ничего подобного Я сверялся с Богом Да Я имею в виду проверять не семя, а почву Так что я проверял почву, а не этих людей Я начал сверяться с Богом, чтобы найти ту почву, в которой я должен был сеять И это все изменило Как только ты начал говорить, брат Коупленд, я услышал эти слова Продуктивная почва Продуктивная почва И ты объяснил это своим комментарием Для того, чтобы постичь или понять продуктивную почву Бог, который дает вам семя Также должен показать вам и почву Это абсолютно истинно Да, продуктивная почва Я услышал это ясно, когда ты говорил Господь сказал, продуктивная почва Я думаю, что возможно это было одним из недостатков или препятствий для тех людей Которые уже действительно приняли то, что я называю Помазанием даяния Я приведу пример Однажды я совершал трехмильную прогулку И на второй миле Бог обратился ко мне Он сказал Лерой Не пытайся занять мое место Я сказал Бог Ты знаешь, я знаю все последствия Он сказал Не нужно отвечать на все просьбы только из-за того, что у тебя есть финансы Иногда я преподаю человеку урок Так же, как я преподавал уроки тебе, чтобы поднять их на твой уровень Но каждый раз, когда я пытаюсь поднять их, ты отрезаешь их от этого Поэтому будь чувствителен, когда я говорю тебе сеять или давать То же самое относится и к продуктивной почве Я верю, что многие люди дают из-за громких просьб или давления Просто проверяйте почву Проверяйте ее продуктивность Понимаете, вы не знаете человека, если вы не знаете его сердце И очень часто люди торопятся с выводами в отношении тех людей и ситуаций Через которые Бог как раз таки и хочет их благословить Так что вам нужно проверять почву И мы говорим о двух вещах Семя и почва не ограничивают Бога Только сатана и сам сеятель могут ограничивать Бога Если вы проверяете почву И затем местописание, которое мы читали Кто наблюдает ветер, тому не сеять То есть, когда вы сталкиваетесь с неприятностями и различными вещами Проходя через них, так вы никогда не выберетесь Потому что я сел посреди трудностей и обстоятельств И я слышал, как некоторые голоса говорили Ты не можешь этого делать Но я знал в своем сердце Я на пути к выходу Я знал, что наступит день, когда я буду полностью свободным человеком в сфере финансов Потому что я видел это в Слове Божьем Я обновил этим словом свой разум Я сказал это Я говорил Кэролин об этом Она говорила мне об этом Я говорил моим детям об этом Я сказал, мы выходим на свободу Мы будем благословением для тела Христова Так что вы не можете наблюдать ветер Понимаете, все начинают с плохим ветром Если только вы не родились в уже богатой семье Но я говорю о тех из нас, которые будут сеяним прокладывать путь к свободе И затем станут распорядителями для Бога в работе Царства Божьего И его деле на земле Это очень важно Мы говорили о понимании почвы Повторю, вы проверяете почву Семя и почва никогда не ограничивают Бога Это всегда сатана или сам сеятель являются теми, кто ограничивает Бога Еще раз, что значит наблюдать ветер? Это значит, что если вы прежде чем начать сеять, ждете, когда все окружающие вас обстоятельства станут правильными То вы никогда не будете сеять Вы никогда этого не сделаете Знаете, нам приходится сеять, и вы должны сеять верой А не руководствоваться тем, как все это выглядит Продолжайте сеять И это то, что мы делали Мы с Кэролин просто продолжали сеять Продолжали сеять И я стал настолько счастлив в сеянии Знаете, что для меня это уже ничего не меняло Я собираюсь сеять Я просто собираюсь делать то, что Бог говорит мне делать здесь Я просто знаю, что Бог имел в виду то, что Он сказал И в Екклесиасте 11.6 говорится «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей Потому что ты не знаешь Смотрите, ты не знаешь, что или другое будет удачнее Или то и другое равно хорошо будет Поэтому, когда вы становитесь добровольным сеятелем Вам нужно продолжать сеять И это семя производит соединение все время Бог испытывает вас, проверяя, насколько Он может доверить вам И насколько вы зависите от Него И затем, наконец, прорыв начинает приходить Я верю, что люди останавливаются прежде, чем дойдут до этого Они позволяют кому-то еще отговорить их от этого Если вы хотите выбраться, вам нужно следить за тем, кого вы слушаете Они отговорят вас от вашего чуда Люди пытаются принести мирские принципы в это Да Если дьявол видит, что он не может отговорить вас от сеяния Он попытается испортить это тем или иным путем При помощи некоторой «мудрости» в кавычках Да Ну, знаете, вы же не хотите быть Вам нужно иметь немного мудрости в этом Я знаю, что вы любите Лероя Я знаю, что вы любите церковь Но в конце концов, знаете, Лерою ничего не нужно Он, Лерои, благословлен Вам нужно начать помогать некоторым из этих людей здесь Которым нужно то и это И так далее Возможно, это так А возможно и не так Но это не их дело Вот где вам нужно проверять это с Богом Так как тот факт, что у кого-то есть нужда Еще не ставит их в положение, чтобы принимать мое семя Точно Верно Возможно, Бог хочет, чтобы я помог тому человеку, который находится в нужде Но я буду получать мои указания от Бога Потому что в большинстве случаев почва, в которую я сею Уже процветающее Поскольку именно в ней происходит работа Да Я видел, как это происходило Когда я был перед Господом И когда я приходил, чтобы отдать мою десятину Это то, как мы делаем это с Глорией Потому что именно так Господь научил нас это делать Я не говорю, что и вы должны так делать Узнайте у Господа, как Он хочет, чтобы вы это делали Но мы с Глорией приходим перед Господом в первое воскресенье каждого месяца И мы проводим время в нашей молитвенной комнате с Богом Принося наши десятины Аминь Я многое узнаю в такое время о том Что Он хочет, чтобы я делал со своими доходами Не только в вопросе десятины Но что Он хочет, чтобы я делал и с другими вещами И я заметил Что бывают времена Когда Он говорит мне Особенно, когда дела идут напряженно Он говорит Посей это в служении Лероя Или посей это в такое-то служение Их может быть несколько Может быть одно Было время, когда мы действительно Оказались в трудном финансовом положении И в нашей церкви как раз проходили служения Ты проповедовал на этих служениях И Господь сказал Я хочу, чтобы ты отдал Лерою Свою машину Я помню это Ты помнишь то время? Я думал об этом вчера Я сказал Да, я сделаю это прямо сейчас Ну, в то время ты не был без машины Да У тебя были машины Но суть была не в этом Да Послушание заключалось в следующем Отдай Лерою свою машину Я сказал Да Для меня не было никакой разницы Если бы у тебя было 14 машин Не имеет значения Дело не в этом Дело в том, что Бог знает, что Он делает Он знает, что я делаю И мне нужно знать, что Он делает И когда я сделал это Мы получили прорыв Эта машина все еще приносит плоды У меня все еще есть эта машина Это семя Все еще работает для тебя сегодня Аминь Когда пришел тот прорыв То там были нуждающиеся люди О которых, когда пришел прорыв Господь сказал Теперь Я хочу, чтобы ты помог Ему Я хочу, чтобы ты помог Ему И я хочу, чтобы ты помог Ему Но я заметил, что гораздо чаще Это не всегда в 100% случаев Но часто Когда я в затруднительном положении Бог побуждает меня посеять Значительное семя Значительное семя Драгоценное семя В очень продуктивную землю Да И получить этот прорыв И затем Он будет побуждать меня В других сферах и к другим вещам Бог создаст для вас почву Я недавно был на служении Где я пророчествовал И приказывал оставшимся финансам Для моего самолета прийти Я не знаю, почему Бог сказал мне Держаться за этот самолет Для этого самолета мне оставалось Получить 2 миллиона 700 тысяч И Бог сказал Ты приказывай деньгам прийти Я проповедовал послание Около 330 человекам На тему, почему Бог дает Процветание своему народу Проповедовал около 35 минут И я представил им это Я сказал Вот что у нас есть Я сказал, Господь дает эту почву вам За то утро, за полчаса От 300 с лишним человек Пришло 634 тысячи долларов Боже мой, Лерой Господь сказал мне в пятницу вечером Проповедуй то же послание Представь это им Я сделал это На этот раз пришло более 330 тысяч Наступило утро воскресенья Проповедуй то же послание Я проповедовал послание Пришло 230 тысяч Они таким образом Смогли уменьшить Ту цифру до 800 тысяч Таким образом И это была небольшая группа людей Я рассказал об этом Чтобы сказать пасторам Которые слушают меня Служением по всему миру Я хочу сказать следующее Вам нужно это знать Семя Всегда Есть Всегда Всегда Есть Семя У людей Уже есть их семя Оно там Вы должны служить им Говорить им достаточно долго Пока Святой Дух Не скажет вам остановиться Чтобы понять Что нужно достать семя из амбара И посеять его в землю Когда я однажды проповедовал В другом штате То один человек Прервал мою проповедь Он прислал своего помощника Тот человек сидел там Почтенный человек Его помощник подошел И пытался прервать мою проповедь Он сказал Мой босс сказал Что он хочет оплатить это Он оплатит самолет за вас Я спросил его почему Он сказал Просто потому что Бог любит вас Я сказал хорошо И продолжал И закончил проповедовать И мой сын Лерой младший Пошел с ним И они договаривались Как он оплатит самолет и так далее Он не оплатил его Я верю что Бог сберег Эту почву для многих семян Которые посеяны в самолет Чтобы у них была хорошая Плодородная почва Я называю это Оружием процветания Это то чем является Этот самолет Оружием процветания Я езжу по всему миру Проповедуя завете богатства Я видел как тысячи людей Выходили из долгов Я постоянно получаю письма О том как дела людей изменялись Знаете Некоторые люди пишут мне письма И на этих письмах Видны слезы Они никогда не думали Что смогут выбраться из долгов Они говорят Мой дом полностью оплачен Я даю больше царства Божьего Но это помазание Это все Бог Но Бог обеспечивает для вас Почву для сеяния Чтобы вы получили прорыв Но мы также должны И было бы неправильно Двигаться дальше Не сделав акцент на следующем Ты не делал этого Пока Господь Не проговорил к тебе Не сказал тебе о чем проповедовать Да И когда это делать Хорошая миссия Иначе бы ты даже об этом и не сказал Ты просто позволяешь этому развиваться Позволяешь этому двигаться Бог позаботится об этом в любом случае Но вопрос в мотиве Мотив это все для Бога Ему не нужны деньги Мотив для него это все И в любой момент Когда пастор Или другой человек Каким-то образом приходит к идее Ну я знаю что надо сейчас делать Мне нужно сделать то же самое Мне нужно пойти и проповедовать этим людям И мне нужно сказать им это Потому что я вижу сейчас Что мне нужно пойти и разогреть их Чтобы они дали мне эти деньги Так вы далеко отошли от дороги Да Так вы далеко от дороги Поэтому вам нужно успокоиться И пойти молиться И искать Господа Пока вы не измените мотив в вашем сердце Мотив должен быть правильным Мотив должен быть правильным Он не в том чтобы восполнить мои нужды Нет, нет, нет И затем Бог сказал мне После того как они действовали так сильно в то утро Что я плакал Я сказал Бог Он сказал Я сказал тебе это сделать Затем он сказал мне Иди и скажи им Что они сделали это не для тебя Они сделали это для меня Они сделали это для него В этом то все и дело Да Да Слава Богу Хотелось бы чтобы у нас было больше времени Хорошо Мы продолжим говорить об этом на следующей неделе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...